Время пошло, я тогда не буду ожидаться последнего участника, так как время действительно у нас немножко ограничено. И мой проект называется «Солнечная батарея с планом концентратором». На самом деле, я его немножко перформатирую, сейчас он звучит по-другому. Коммерциализация солнечной батареи с планом концентратором. То есть это другая задача, и она перформатируется совсем недавно. Я воспользуюсь вашей книжкой для демонстрации тем, кто еще не знает, что такое планарный концентратор. То есть планарный концентратор — это специальное оптическое устройство, которое позволяет энергию света сжирать с поверхности и перераспределять в два противоположных корзана. Вот, соответственно, площадь фотоэлектрических элементов вместо водокосей поверхности становится вот такой маленькой. То есть фотоэлектрическая поверхность — это самая дорогая часть солнечной батареи. Соответственно, можно улучшить стоимость солнечной батареи в два раза, а может быть и больше, в зависимости от солнечных элементов, которые используются. Собственно говоря, что произошло, это краткий анонс, за текущее время. Примерно четыре месяца назад, после трехлетней работы над проектом, появился первый инвестор, который сказал, идея нравится, верю, хочу дать денег, давай попробуем. Мы три месяца с половиной работали, при не очень большом финансировании, но все-таки позволили изготовить себе некоторое количество лабораторных образцов, которые полностью подтвердили идею, заложенную в патенте. Принципы заложены в какой-то степени на 85%, технические характеристики, энергетические заложены. Маленькое изделие вот такого размера, в общем, продемонстрировал, что все, что туда идейно было вложено, как научная составляющая, она подтверждается. Но мы не смогли договориться о дальнейшем плане работ, а именно об организации работ, то есть о том, кто, как и что существует в управлении проекта. В конечном счете, через три с половиной месяца я предложил поменять формат управления проектом инвестору, вместо полного его управления с его стороны, поменять их на партнерский, чтобы управление проектом происходило совместно. То есть и с моей стороны, и с его стороны. Но инвестор сказал, нет, так не годится, я даю деньги, я всем управляю. Поэтому примерно полторы недели назад мы с ним расстались, даже может быть меньше. При минимальных, условно говоря, финансовых потерях с моей стороны, то есть он не потребовал возврата денег, и при минимальных каких-то возвратах инвестор стал. В общем, он потратил деньги, и это его был урок, который он сказал. Это мой урок для моих управляться, и я, соответственно, на этом научился. Теперь у меня есть некая свобода действий, я могу выбирать, с кем из инвесторов мне работать, с кем не работать, как управлять, как не управлять. Появилось некое представление, какого я хочу инвестора, появилось представление о том, какое управление проектом должно происходить. А, кстати, вот это я и изложу в кратком варианте. То есть, как было ранее изложено, примерно за три месяца просто проект из нечто обстанно солнечной батареи с плонарным концентратором превратился в дополнение коммерциализации. То есть, что у нас сейчас есть? Есть некая идея, которая защищена патентом. Что у нас еще есть? То есть, фактически, некая научная лабораторная образец, который дает плюс патенту и говорит, все, окей. Чего у нас нет? У нас, на самом деле, фактически пришли к ситуации. То есть, я сформулирую для себя, что такое коммерциализация. Коммерциализация состоит из двух стадий. Пункт номер раз. Собственно, инновационная стадия. Это называется снятие рисков. Собственно, в чем проблема? Ключевая проблема, что для того, чтобы это превратилось в бизнес, существует много-много разных рисков. Их нужно снять. И доведение уровня рисков до уровня классического относительно производственного бизнеса. То есть, мы, условно говоря, на стадии инновационной, я называю инновационной стадии, занимаемся исключительно снятием рисков. На стадии, связанной с коммерциализацией другого уровня, я не скажу, это называется уже запуск бизнеса по, можно сказать, готовой бизнес-модели, создание которой создавалось на предыдущей стадии, на стадии снятия рисков. То есть, риски состоят из следующих пунктов. Первое, это риск идеи, проверено. Второе, это риск научно-природный, проверено. Третье, риск связан с техническими особенностями. То есть, не все материалы, скажем так, есть в природе, или, я не скажу, они не подобраны, они не сочетаются друг с другом, они, допустим, могут не приклеиваться друг к другу, что требуется при техническом решении. То есть, это технические риски. Он не решен. Есть технологические риски, которые говорят о том, что не все характеристики, которые заявлены в идее и в концепции, можно реализовать быстро, дешево и в реальные сроки. Риск связанный дальше, технологические риски связаны, переходят к следующему этапу. Это эксплуатационные риски, которые говорят о том, что окей, все можем сделать, все работает, но блин, работает всего три года. На пятый год, на четвертый год начинает ломаться, на пятый становится три года. Это тоже непроверенно дорогое и очень сомнительное риск, с большими вопросами мероприятия. И последний риск, который фактически остается после снятия эксплуатационных рисков, это риск коммерциализации, который в конечном счете определяется с тем вопросом, вот мы имеем готовый продукт, мы имеем его характеристики, вот мы имеем эксплуатационные возможности. Теперь вопрос, кому-то это надо, за то, что мы можем предложить по нашим деньгам и по нашим выгодам, которые предлагает данное устройство. Собственно говоря, вот эта вот верификация, то есть проверка всех этих стадий требует вот этой инновационной недели, которая закладывает минимум два года, плюс от двух миллионов рублей до тридцати миллионов рублей на инновационной стадии. Вот такой разброс рисков, причем опять с вопросами. То есть никакой гарантии, что все мы пройдем. Ну а дальше, когда мы говорим, что все, мы сделали, мы сделали пробные продажи, мы нашли покупателей, после этого у нас есть готовая технология, мы говорим, окей, это может превратить в работающий бизнес, который будет стабильно приносить к какому-то производственному предприятию, прибыль. Собственно говоря, эту стадию я даже осуществлять не хочу. Моя задача дойти до стадии, когда все технологически, эксплуатационно, все риски сняты, есть готовая бизнес-модель, и эту технологию мы продаем уже крупному инвестору, который занимается стройкой завода. Вот, собственно говоря, некая коммерциализация идеи в текущий момент считается в данный момент. Что я для этого делаю? Во-первых, я сформулировал для себя, что мне нужно решить, какие задачи. Во-вторых, я пришел к выводу, что мне не хватает команды, кроме денег. Не хватает команды, в которой состоял должен как минимум один менеджер инновационный, условно, я его называю, который в категорике отличается от меня. То есть, в отличие от меня, он не генерит идеи в безумном количестве, как это делаю, я занимаюсь системной работой. То есть, структурирует план действий, структурирует план расхода, структурирует план и так далее, и так далее. И, соответственно, этому плану я начинаю подчиняться, потому что я не могу себя структурировать по причине своего характера, кардинально. Что еще нужен? Нужен, в принципе, кроме этого главного человека дополнительные люди, такие как дизайнер-оформитель, который должен заниматься подготовкой технической документации и красивых картинок, и всех бумаг необходимых для представления разных стадий инвесторов. И дальше уже по мере необходимости должен появиться технолог, человек, который будет хорошо разбираться в технологических особенностях, в принципе, процессах. Но это уже на следующей стадии как риск, снятие риска. То есть, что сейчас происходит? В принципе, сейчас появился менеджер, который сказал, ну, давай попробуем. Он начинает писать мне бизнес-план, я ему готовлю технологию описания своего продукта. А что это превратится, пока не ясно, но как-то вот мы начали там работать. Есть теоретически человек, который может заняться дизайном, но, опять, пока неопределенно. То да, ну, в смысле, условия, на которых он займется, пока не ясны. С технологиями вообще вопрос открыт полностью, непонятно, кто может заниматься технологией, конкретно разбираться в этих вопросах. Ну, а главный вопрос, ну, в принципе, менеджер должен так заниматься поиском инвестиций. То есть, вот эта вторая его функция, которую он, собственно, для чего я приглашаю. Он пишет бизнес-план и приглашает инвесторов с разных сторон, с разных, ну, ориентируясь на их цели и задачи. Пожалуй, у меня все. Ну, вопрос-то, собственно, где найти таких людей, да? Тут не вопрос, собственно, где таких найти людей. В общем-то, на самом деле, ситуация такая. Есть, я для себя классифицировал, есть два типа инвесторов. Один, они инвесторы вкладывают доллары, чтобы получать пенсию. Это классические инвесторы, которые, в принципе, вкладывают понятные деньги в понятный бизнес, а потом потихоньку-потихоньку деньги идут назад. И второй тип инвесторов, который рискованный подход, периодически тратит свои деньги в пенсию, чтобы однажды выиграть доллары. Это, собственно говоря, менеджерный бизнес. То есть таких инвесторов практически нет. То есть это редкие люди, это живущие люди на переход к классическому бизнесу. И они могут позволить себе так жить, только если у них есть определенный запас денег. То есть люди с ограниченным запасом денег, условно ограниченным, они не могут себе позволить просто терять деньги. И у них-то трагедия, ну, и они, в общем, больше привязывают в такие мероприятия и вымирают в этом очень быстро. Собственно говоря, найти людей, которые, ну, бизнес-ангела, которые потратили деньги, не боясь их потерять, при этом, надеясь, выиграть крупный выигрыш, их очень мало, и фонды инвестиционные, которые имеют определенный подход, в принципе, признают, что это справедливо, и поэтому вкладывают в разные проекты, надеясь, что один из них стрельнет в неограниченном выигрыше. На самом деле, ключевой вопрос, который где-то сейчас висит, задаю, собственно говоря, предысторию, еще небольшую предысторию. Примерно год назад я полностью бросил свой проект, сказал, хватит заниматься им, возврата пока нет, непонятно, нужно ли он вообще. И я его оставил совсем. Ну, условно говоря, такое латентное, без существования. Через год появился некий положительный ответ, типа запретение признали, запретение, люди захотели инвестировать, принять, сами нашли, и говорят, давай, ну, попробуем вложиться в трое проект. Собственно, что произошло? Это называется реинкарнация номер два. И перезапустили мой внутренний стимул, энергию запустить проект. Я начал работать, мне понравилось опять работать над своим проектом. Я захотел бы поплатить в жизнь, и сейчас часть, как говорится, реинкарнация, как там, фидбэк, кто возвращается? Самый. Можно ли я, это закончу мысль, и она заключается в следующем. Я сейчас понимаю одну простую вещь. Силы у меня ограничены, и я могу работать над проектом эффективно в ближайшем максимум один-полтора года, если у меня не получится хороший фидбэк. Это означает, что ключевой вопрос, который я сейчас себе задаю, на что мне тратить силу. То есть, собственно говоря, это главный вопрос, который я хочу сформулировать для себя, и четко и понятно определяться на него. где я буду с максимальным результатом получать возврат. Как не потратить это время? То есть, я знаю, что мы древние месяца отработали, там было положительное, там было негативное, еще ограниченный ресурс времени у меня есть, когда я могу что-то делать на этой силе, на этом энтузиазме. Если я не получу обратный результат, проект умрет, его я уже нет, я лично его не возражу. Не возражу, ну, в общем, не звучит. Ну, вероятность того, что он останется на полках, очень большая, через три месяца кончается срок по 10 патентованию, а для того, чтобы его продолжить, нужно там 200 тысяч рублей, и что я найду за эти три месяца, 200 тысяч рублей, тоже очень мало. Ну, то есть... Ну, то есть... Нет, это чтобы еще раз патент... Да. Чтобы продлить патентами? Чтобы продлить работу над патентами, это даже не окончательные заплаты и так далее. И до конца даже не ясно, нужно ли их осуществлять сейчас. У тебя есть какой-то бизнес-план? Нет, бизнес-плана нет. Для этого я пригласил менеджера, потому что я не могу составить нормальный бизнес-план по собственному. Теперь можно вопрос. Вот самый такой вопрос важный. Вот ты от этого бизнес-проекта, сначала он у тебя и денег был, потом ты решил его реализовывать. Вот ты конкретно от него что хочешь? Ты его хочешь довести до производства готовых изделий, которые ему приносили деньги, либо ты хочешь его довести до работоспособного товара и продать его как патент людям, которые бы его потом продали. Ну, в общем-то, я и сказал, что... Вот, да, пункт номер один. Все, достаточно. То есть это какая-то технология, которую продают люди, которые их производят? То есть ты хочешь до продажного вида довести свою технологию, что вот у меня есть рабочий экземпляр, плонарный концентральный, у меня есть как его изготовить, способ, у меня есть весь технологический процесс, плюс бизнес-модель. Да, плюс бизнес-модель. И плюс это запрогизовано, что у вас никто не украдет эту... Да, 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 безусловно, да. Понятно. Даже на ранних стадиях, в смысле на средних стадиях, не обязательно до конца доводить. То есть это... Ну, такой вопрос, там, несколько стадий, можно на уровне есть. Да. Для тебя обратная связь ценна, в каком виде? Значит, что ты для себя должен получить, чтобы продолжать работу на проектах? То есть что для тебя важно? Вот через эти там три месяца, в течение... Имеется в виду, что... Ну, вообще, обратную связь, как и следующий этап, уработанный. Да, в принципе, что ты должен получить, чтобы там, либо вдохновиться, либо там у тебя полные карманы денег, либо команды... Что должно появиться? Ну, собственно говоря, инвестор, или, ну, если человек с деньгами, или, ну, если сказать, деньги в проекте. То есть для тебя обратная связь это поступление денег, правильно? Ну, тогда я тебе могу сказать еще один неучтенный тобой вариант сбора денег, который называется сменой поютки. Я забыл про него сказать, мы его обсуждаем. Потому что я точно знаю, и, в принципе, даже я тебе могу, как-то познакомить, есть закрытые такие инвестиционные группы, где люди на интересные проекты скидываются небольшой денежкой. Там уж не по акциям, там, или каким-то образом. Но я думаю, что тебе надо просто во все сети вот это скидать. То есть, может быть, не делать упор на одного крупного, а сделать много предложений открытых. Сейчас очень много денежных, по условию, пирамид. Поэтому никто не мешает себе выстроить такую же систему типа акционерной для своего бизнеса. Если ты предусмотришь разнаграждение не большому физическому лицу, а оставив себе 51%, раздать эти акции по-моему. Согласен, что я там мыслю. Хочу вымыслить, как идея. Проговорить. Вот, я тебе там листочек, это вот сейчас прошла уже идейная протяжка, и все это можно записывать. Ну, я когда-то говорил ее, но мне сейчас почему-то вся одна вспомнилась. То есть, немножко сделать шоу из твоего вопроса. Потому что оно классически красивое. Во-первых, сам как красавица, как изобретатель. Вау. Во-вторых, то есть, как бы идея интересная. Во-вторых, в-третьих, она запатентована. То есть, если сделать сайт или какой-то носитель, который, на котором бы, и вот, как бы, процедура движения твоего рядового российского изобретателя, который идет, пробивает там, что он делает, какие шаги. То есть, как бы, вот, начинает писать, то есть, сделать такое красивое шоу из этого. Во-первых, просто само шоу может принести доход. То есть, просто само шоу может принести доход, и может даже больше, чем с фланарного концентратора. А второе, то есть, присоединить к этому шоу идею, которую сказала Людмила. То есть, собирать деньги на народный проект, ну и, вот, то есть, как бы, показывать, куда они тратятся, на что там происходит, что там здесь, что здесь. То есть, прямо вот пошаговым сделать кино. Вот сегодняшнюю видеозапись туда выложить. Твои прошлые видеозаписи найти, их тоже выложить, то есть, как бы, куда. Ну, то есть, вот такая вот идея. Я считаю, что это вообще идеально. Дополнение, ну или там отдельная идея. Потому что, вот в этих закрытых фондах, условно говоря, там есть открытый банк поступлений и открытый банк расходов. То есть, люди, которые вложились, они лидеры. То есть, эта картина для них прозрачна. То есть, куда пошло там? Кто участвует? Каким образом? Какая идея? Не только. То есть, там бюджетная часть была прозрачная. То есть, ты показываешь, куда ты тратишь эти деньги, которые пошли на проект. И какие пробежуточные результаты? Да. Что там достигается? Более того, как мы тогда говорили, установить мышку, значит, там, которая будет светиться и деньги собирать. А, вот это... Вот эта идея, да. Это фонарь, пока один городке, который сам заряжается, а вечером светит. И сунава концентрация. Соответственно, к этому фонарю и к открытому вот этому должны быть платежные системы, когда людям легко положить. То есть, это соглашение сразу с мобильными операторами, с платежными системами. Можно смену по нитку Андреевские проекты использовать. Потому что все разработано. Это как бы вот вторая часть. И третья часть, это, может быть, сделать немножко, поднять уровень. То есть, собирать деньги не только на твой проект, но и на какие-то сходные другие. И если сделать платное мероприятие для инвесторов и участников, условно говоря, там, по тысяче рублей, да, и собрать большое шоу на путь изобретателя, да, то, соответственно, да, и это будет, ну, классическое шоу миллионеров, да, классика, когда вы можете это купить, это изобретение стоит, там, 50 миллионов, сегодня вы можете купить акции по, там, 500 рублей, там, за акцию, да, и с подносом, ну, условно говоря, это, как бы, на гнетание энергетики, оно действует, ну, что люди покупают это. То есть, это отдельные, так сказать, вещи, ты можешь посмотреть. Андрея Парадеума очень, сейчас много идет вот таких шоу, которые собирают прилюдно большие деньги, очень большие деньги из зала на разные мероприятия. То есть, там это не имеет значения на что, то есть, имеет значение энергетика, ради которой вкладывают. И это даже, возможно, лучше, чем сейчас работать на бизнесе. Ну, как бы, одно другого не исключает, но, если ты хочешь деньги, надо тогда собирать деньги. Да. Можно еще вам сказать? Да. Просто, ну, например, то же самое, что вы говорите, но есть вот эти сайты стартапов, есть контакты с группой стартапов, где люди просто пишут свою идею, собирают свою деньги. Просто выкидываешь и все. Там нет, это сложно в схеме. Просто не запустить такой проект, который вы под себя собирал, допустим, есть идеи стартапов. Ну, грубо говоря, есть инновационная группа, есть группа там по классическому бизнесу, ну, там, у кого-то там кто-то хочет запусочную, кто-то еще. И в рамках этого большого проекта просто создаются, как сказать, распределения средств между вот этими проектами, чтобы обратно потом показывали, вот, допустим, во что ты хочешь положиться, в это или в это. И это люди, как бы для народа это сделать, чтобы разрекламировать этот большой проект, в рамках него подбирать людей, вот, которые именно у них есть какие-то наработки, но им не хватает внутреннего, как сказать, внутренней силы или там команды, которая бы их поддержала и оказала им финансовую поддержку, оказала им идейную поддержку и помогла в реализации этого проекта. на самом деле сейчас много происходит идей для капитана здесь звучит в том, чтобы организовать такое. Да, потому что если ты можешь генерировать такие, это много идей, которые могут реализоваться, почему бы тебе не помогать людям, которые точно так же, как ты, генерируют идей, но они так же затухают. Стать как бы инноватором в этом. То есть немного выше свой бизнес поставить, чем просто реализация своей идеи, ты свою идею реализуешь и плюс ко всему ты создашь вокруг себя поле таких же людей, которые будут реализовывать идеи и, соответственно, и денег больше будут привлекать и на твою идею, и на идею других людей. То есть помогая другим, ты помогаешь себе таким образом. Впрочем, сложны себе задачи. Ну что ж, твоя 20-ти минутка закончилась, что было ценно для тебя? Вообще, ценно исключительно я благодарен и Людмиле, и Денису, и Илье, и Саню, что просто, в принципе, идея народного сбора, она тоже существует. Я забыл о ней сказать, и может быть, это не случайно, потому что есть миру по нитке и солнечный фонарь, он тоже существует. Вот мы с Андреем сейчас переписываемся, он пока завис, потому что там нет оформителя, который бы оформил информацию. То есть у меня не получается сейчас ее оформить хорошо, чтобы это понравилось. Но, с другой стороны, вот, вы ее напомнили, я понимаю, что, да, наверное, это то направление, то движение, где реально можно получить быстрое получение денег. Но связано просто с тем, что это как бы незнакомо, непонятно, и как двигаться тоже незнакомо. В общем-то, где-то я склоняюсь к убеждению, что, видимо, это надо делать. Ну что же, давайте поблагодарим капитана за снимок и проект. Теперь просто надо создать аккордак, чтобы было.